Можно. Ваше Преосвященство, дорогие отцы, братья, сестры, матушки и дети. Данное выступление посвящено жизнеписанию преподобного старца Севастьяна, исповедника Карагандийского. Владыка Благословитель. Блаженный старец Ех и Мадрид Севастьян, Миру Стефан Васильевич Фомин, родился 10 ноября 1884 года в селе Космодивьяновское Орловской губернии в бедной крестьянской семье. Отца звали Василием, мать Марфой. У них было трое сыновей. Старшим был Иларион, средним Роман и младшим Стефан. Остался будущий батюшка Севастьян сиротой в юном возрасте. Стефан был привязан к среднему брату Роману. За его нежную душу и мягкое сердце. Но Роман избрал путь иноческой жизни. И в 1892 году упросил старшего брата Илариона отвезти его в Оптину пустынь, где был принят послушником Виана Притеческий эскид. Стефан хорошо учился. Закончил трехклассную приходскую школу. Радостным утешением было для Стефана в зимнее свободное от крестьянской работы время посещать в Оптиной пустыне среднего брата. Эти посещения имели большое духовное влияние на Стефана. И когда он подрос, стал просить Илариона, с которым он жил, отпустить его в Оптину пустынь. Но брат не пускал, желая, чтобы Стефан помогал ему в ведении хозяйства. Позже старец Стефан, утвердивший в своем желании иноческой жизни, приезжает к среднему брату, уже облаченному в схему, отцу Рафаилу в скит Оптиной пустыни, где 3 января 1909 года был принят келейником к старцу Иосифу Оптинскому. Находясь при старце, Стефан обрел в нем великого духовного наставника. Впоследствии он часто вспоминал о том времени. Цитата. «Жили мы, еще один келейник, со старцем, как с родным отцом. Вместе с ним молились, вместе кушали, вместе читали и слушали его наставления. Старец Иосиф был уже в закате своих лет, и силы заметно оставляли его. В апреле 1911 года старца постигла предсмертная болезнь, и 9 мая он отошел ко Господу. Велика была скорость Стефана при кончине старца, но Господь не оставил его безутешным. Келью к отцу Иосифа перешел старец Нектарий. Стефан остался при нем келейником и перешел под его старческое руководство. В 1912 году Стефан был пострижен в Рясофор. У старца Нектария келейников было два. Старшим келейников был отец Стефан. Он назывался Лето, милосердие и сострадательность. А младшим – отец Петр. Он назывался Зиму. Был погрубее, построже. Когда народ Хибарки от долгого ожидания старца начинал унывать и роптать, отец Нектарий посылал для утешения отца Стефана. Когда же ожидавшие поднимали шум, тогда выходил отец Петр и со строгостью умиротворял и успокаивал народ. Пострижение в манфию отец Севастьян принял в 1917 году. Прогремела революция. Началось время гонений на церковь Христову. 23 января 1918 года декретом СНК «Оптина пустынь» была закрыта, но монастырь продолжал существовать под видом сельскохозяйственной артели. На территории монастыря был организован музей «Оптина пустынь». Скит уже не существовал, но старец Нектарий оставался жить со своими келейниками в старческой хибарке и, изнемогая под бременем скорбей, продолжал принимать народ. В 1923 году церковные службы прекратились. Монахов постепенно выселили. В это непростое время отец Севастьян принял рукоположение вой радиакона. В марте 1923 года был арестован и выслан за пределы губернии старец Нектарий. И отец Севастьян поехал вслед за ним. В 1927 году епископом города Калуги отец Севастьян был рукоположен в эра монаха. И в 1928 году отец Севастьян уезжает служить сначала в Козловск, потом в Калугу, где приглашают в Иллининский храм. Отец Севастьян служил там с 1928 по 1933 год, вплоть до ареста. В Козлове он вел активную борьбу с обновленцами. Он поддерживал власть бывшими в Россияне и Братиной Оптинской пустыни. Козлов к отцу Севастьяну стали съезжаться сестры по духу. Отец Андрей, город Козельск. Козельск. Прошу прощения. Первыми приехали инокини разоренного Шамардинского монастыря Агриппина, Феврония и Варвара, которые оставились с батюшкой навсегда. Были рядом в годы его заключения. В Карлаге и в Караганде жили до самой смерти. Многие люди обращались к отцу Севастьяну. Это не могло не обратить на себя внимание местных властей. 25 февраля 1933 года отца Севастьяна вместе с инокинями Варварой, Агриппиной и Февронии арестовали и отправили Табовское ОГПУ для прохождения следствия. На допросах следователями выяснялись контакты отца Севастьяна с едиными по духу людьми, а также его отношения к советской власти. На это батюшка дал прямой ответ. Цитата. «На все мероприятия советской власти я смотрю, как на гнев Божий, и эта власть есть наказание для людей. Такие взгляды я высказывал среди своих приближенных, а также и среди остальных граждан, с которыми приходилось говорить на эту тему. При этом говорил, что нужно молиться Богу, а также жить в любви, тогда только мы от этого избавимся». Ямала был доволен советской властью за закрытие церквей, монастырей, так как этим уничтожается православная вера. 2 июня 1933 года заседание тройки ППОГПУ по НЧО по внесудебному рассмотрению дел постановило, Фомина Степана Васильевича обвиняют на 7 лет, считая срок с 25 февраля 1933 года. Много позднее батюшка рассказывал о своем пребывании в Тобовском ОГПУ. «Было у меня такое испытание. Когда меня принуждали отречься от православной веры, поставили в одной рясиной всю ночь на мороз и стражу приставили. Стража менялась через каждые два часа, а я бессменно стоял на одном месте. Но Матерь Божия опустила на меня такой шалашик, что мне было в нем тепло. А утром меня повели на допрос и говорят, «Коль ты не отрекся от Христа, так иди в тюрьму». И посадили на 7 лет. Отец Сеосиан был отправлен в карагандийский лагерь в поселок Долинка, куда прибыл 26 мая 1934 года. В начале 30-х годов для освоения целинных земель Центрального Казахстана и разработки карагандийского угольного бассейна в окрестностях Каранганды стали свозить раскулаченные крестьянские семьи. Жилищами им служили ямы в степи, покрытые чем угодно, чтобы только можно было в них укрыться от ветра, дождя и снега. О своем пребывании в лагере батюшка вспоминал, что там били, истязали, требовали одного, отрекись от веры. Он сказал никогда. Тогда его отправили в барак к уголовникам. Там сказали, тебя быстро перевоспитают. Можно представить, что делали уголовники с пожилым и слабым священником. Жители ЦПО полюбили батюшку. Многие давали ему продукты, пироги, сало, что бог он кушал, а сало отвозил заключенным в отделение. Цитата. В заключении я был, вспоминал яд батюшка, а посты не нарушал. Если дадут баланду какую-нибудь с кусочком мяса, я это не ел, менял на лишнюю пайку хлеба. Сестра Агриппина в 1936 году перебирается в Караганду поближе к отцу Севастьяну. Спустя два года в Караганду переехали и оставшиеся сестры Феврония и Варвара. Сестры познакомились с верующими и стали потихоньку собираться для совместной молитвы. Узнав, что в долинке находится отец Севастьян, верующие стали помогать ему. В воскресные дни сестры приезжали к батюшке в отделение. Кроме продуктов и чистого беля они привозили святые дары, поручи и петрахиль. Все вместе выходили в лесок. Батюшка причащался сам и сестры, исповедовал и причащал. Заключенное и лагерное начальство полюбило батюшку. Злобу и вражду побеждали любовь и вера, которые были в его сердце. Многих в лагере он привел к вере в Бога. И не просто к вере, а к вере настоящей. И когда отец Севастьян освобождался, у него в зоне были духовные дети, которые по окончании срока ездили к нему в Михайловку. Отец Севастьян был освобожден из лагеря 29 апреля 1939 года, накануне праздника Вознесения Господня. Он пришел к своим послушницам в крошечный домик, большой Михайловки. Сестры работали, батюшка занимаясь хозяйством. Вместе молились, батюшка тайно совершал литургию и ежедневно вычитывал суточный круг богослужений. Перед войной он ездил в Тобовскую область. Духовные чадо старца, много лет ожидавшие его возвращения из лагерей, надеялись, что он останется с ними в России. Но батюшка, искавший исполнение не своей воли, а предавая себя воле Божию, прожив неделю в селе Сухотинка, снова возвратился к Араганду, в тот удел, который был назначен ему Божьим промыслом. В 1944 году был куплен на Западной улице дом побольше. Отец Севастьян ходил по дому, все по хозяйски оглядывал и говорил, что и как надо переоборудовать. В новом доме на Западной улице была устроена небольшая домовая церковь, где отец Севастьян тайно совершал божественную литургию. Шло время. Жители Михайловки, узнав о батюшке, стали приходить, приглашать его к себе в свои дома. Разрешения на совершение треб не было, но отец Севастьян ходил безотказно. Народ в Караганде был верный. Не выдадут. Отец Севастьян говорил, вот вам, батюшка, послужи. А вы знаете, что я переживаю? Ведь он нарушал закон, любое время могли прийти и всех арестовать. И впоследствии, когда вы церкви служили открыто, у батюшки этот страх немного остался. Однажды кто-то из чат сказал батюшке, я боюсь вот такого человека. А он улыбнулся и говорит, да, а я вот не боюсь его. Я никого не боюсь. А вот боюсь, что церковь закроет. Вот этого я боюсь. Я за себя не боюсь, я за вас боюсь. Я знаю, что мне делать. А что вы будете делать, я не знаю. Боясь, это отразилось на его здоровье. Не только в Михаловке, но и в других районах полюбили батюшку. Поверили в силу его молитвы. Со всех краев в Караганду стали съезжаться духовный чадо старца. Он всех принимал с любовью и помогал устроиться на новом месте. В ноябре 1946 года по благословению старца православные жители Большой Михаловки подали в соответствующие местные органы власти заявления о регистрации религиозной общины. Не добившись на месте положительного результата, верующие неоднократно обращались с ходатайством в Алмату. Ездили хлопотать и в Москву. В результате в 1951 году Михаловский молитвенный дом, где некоторое время все-таки совершались требы, был окончательно закрыт. И только в 1953 году добились разрешения на совершение в Большомихайловском молитвенном доме церковных таинств и обрядов, а именно крещения, отпевания, венчания и исповеди. Караганда стала разрастаться, а батюшка был один. Помогали ему только монахини. Но главное – литургию. Батюшка не мог служить только тайно, на частных квартирах верующих. И после утомительного трудового дня, после келейной молитвы, батюшка в три часа ночи шел по карагандийским улицам в заранее обусловленный дом, куда по одному, по два собирались православные. По великим праздникам все ночные обгения служили с часа ночи, а после короткого перерыва совершалась божественная литургия. Службу заканчивали до рассвета, и также по одному и по два люди расходились по домам. А хлопоты об открытии храма продолжались. Наконец, в 1955 году в Михайловке разрешили открыть храм. Начались работы по переоборудованию жилого дома в храмовое здание. В этом же году, в день праздника Вознесения Господня, была освящена церковь в честь Рождества Пресвятой Владычицы, нашей Богородицы. Отец Севастьян был настоятелем этой церкви 11 лет до своей кончины. 22 декабря 1957 года, в день празднования иконы Божией Матери «Нечаянная радость», батюшка был возведен царь Архимадрита и награжден патриаршей грамотой за усердное служение Святой Церкви. В 1964 году, ко дню своего ангела, отец Севастьян был награжден архиерейским посохом. Батюшка сохранил безупречное исполнение церковного устава и допуская при богослужении пропусков или сокращений. Церковные службы были для него неотъемлемым условием внутренней жизни. Батюшка особенно благоговел перед праздником Вознесения Господня и Святой Троицы, как завершающими дело Христа Спасителя, как венцом всех тайн Христовых. В беседах его любимым образом был Иоанн Богослов, память которого он совершал особенно, торжественно и благоговейно. Часто скорбел о недостаточном почитании своей паспы этого апостола любви. Постоянной заботой отца Севастьяна было устроение в людских душах глубокого мира. Жизнь свою и своей паспи он старался приблизить к жизни монастырской. Очень огорчался, если кто не слушался и не выполнял его указов. Огорчался он до скорби, отчитает, отвернется и не благословит. Если же увидит слезы или же что человек раскаялся и в конце концов послушался его совета, очень обрадуется, пожалеет его и через некоторое время сам чем-нибудь порадует. Любовь батюшки была нежная и заботливая. Иногда он сердился, но редко. Он не жалел времени на беседу с человеком. Жизнь верных чад батюшки была примером порядка. Их называли батюшкиными. Говорили, что добрая половина Михайловки как негласный монастырь. Когда батюшка был в силе, он после каждой литургии служил молебен. Пел хор, читались два акафиста. А когда ослабел, акафисты читались наполовину. В конце молебна батюшка давал целовать крест и обязательно говорил слово. На молебне оставалась вся церковь. В церкви было много молодежи. Только на клиросе до семнадцати девочек пели. Хор был женский, как монастырский. Пели оптинским напевом. И сам батюшка иногда выходил на крирос и пел. По монастырскому обычаю отец Севастьян особенно любил совершать заупокойные службы и ежедневно сам служил панихидой. Говорил, что больше любит отпевать и поминать женщин, потому что на них гораздо меньше грехов. Ему были видны грехи усопших. Несомненно, что батюшка обладал даром прозорливости, хотя этот дар не показывал явно. Также отец Севастьян никогда не исцелял и не отчитывал открыто. И по своей скромности и простоте всегда говорил, да никого не исцеляю, никого не отчитываю. Идите в больницу. Я говорю он, как рыба безгласный. Так он себя уничижал. Батюшка помогал людям своей тайной молитвой. Он был совершенно лишен самолюбования и самодовольства. Напротив, часто говорил, я человек малограмотный, четыре класса закончил, и дара слова у меня нет, и голоса у меня нет. Проповеди он чаще читал по книге, ничего от себя не прибавляя, а сидя за столом со своими духовными детьми, иногда что-нибудь рассказывал, но спокойно, скромно, не выставляя себя на показ. Отец Севастьян был очень деликатным, тактичным, никогда никого не унизил, не оскорбил, не оборвал, он никогда не подчеркивал физических недостатков человека. Вокруг батюшки было высоконравственное поле, попадая в которое, делать подлости, говорить грубо было невозможно. Представители местной власти все разговоры предпочитали вести со вторым священником, отцом Александром Кривоносовым. Духовная высота отца Севастьяна ими явно ощущалась. Она как бы пугала их, внушая благоговейный страх. У батюшки не было особых любимчиков. Ко всем он относился ровно и этим еще больше сплачивал вокруг себя людей. У него была духовная мудрость, великое терпение. В тех местах, где он бывал, в данный момент образованы приходы по его молитвам. Бывало он и в поселке Долинка, где отбывал срок заключения. Также среди людей, окружавших старца, было много монашествующих, высланных к Араганду в годы гонений или позднее приехавших к нему из России других республик. Среди них были люди уникальные, талантливые подвижники высокой духовной жизни. В целом, это была крепкая крестьянская община, степной казахстанский скит, который во время безбожного коммунистического режима сумел организовать и взрастить на святой земле карагандинских лагерей оптинский старец. Отец Севастьян не благословлял своим духовным чадом ездить по монастырям. Как он говорил, здесь и Лавра, и Почаева, и Опкина. В церкви службы идут, все здесь есть. Если кто-то собирался куда переезжать, он говорил, никуда не ездите, везде будет бедствие, везде нестроение, а караганду только краешком заденет. Так подвиги любви и самоотверженного служения Богу и ближним шли годы. Батюшка стал заметно слабеть. С января 1966 года здоровье его сильно ухудшилось, обострились хронические заболевания. Очень угнетало отца Севастьяна то, что ему стало трудно служить литургию. Он часто кашлял во время служения, задыхался. Врачи предложили ему утром перед службой делать уколы. Батюшка согласился. После укола и отдыха он мог, хотя и с трудом идти в храм и служить, но болезнь прогрессировала, и вскоре он не мог дойти до церкви даже после укола. Мальчики и подьяконы послушники батюшки сооружили легкое кресло из алюминиевых трубок и в кресле стали носить отца Севастьяна в церковь. В первое время он очень смущался, но потом привык. Наступил Великий пост 1966 года, последней жизни старца. Первую неделю поста отец Севастьян служил ежедневно. В воскресенье торжества православия служил литургию. В эти дни он ни с кем не беседовал, никого не принимал. В воскресенье шестой седмицы батюшка не служил, а сидел в алтаре в кресле. После причащения велел спеть покаяние отверзиями двери жизнодавча. С этого дня силы старца заметно покидают его. Десятого апреля в пасхальную ночь отец Севастьян хотел, чтобы его несли в церковь, но не смог подняться. Все окружившие его пришли в душевное смятение, но батюшка сказал, зачем вы ушли из церкви? Я еще не умираю, еще успею и здесь, и с покойниками похристосоваться. Идите спокойно на службу. Утром 12 апреля во вторник пасхи отец Севастьян чувствовал себя лучше, дышал свободно. Мальчики понесли батюшку в церковь, посидел немного у престола, потом поднялся, вышел в царские врата нам вон, встал, опираясь на посох и стал прощаться с народом. Прощайте, дорогие мои, ухожу я уже. Простите меня, если чем огорчил кого из вас, ради Христа простите. Я вас за все прощаю, жаль, жаль мне вас. Прошу вас об одном, об одном умоляю, одного требую, любите друг друга, чтобы во всем был мир между вами, мир и любовь. Если послушаете меня, а я так вас прошу об этом, будете моими чадами. Я недостойный и грешный, но много любви и милости у Господа, на него уповаю. Если удостоит меня Господь светлой своей обители, буду молиться о вас непрестанно и скажу, Господи, Господи, я ведь не один, со мной чадо мои, не могу я войти без них, не могу один находиться в светлой твоей обители, они мне поручены тобой, и потом тихо, еле слышно, я без них не могу, сказал. Хотел поклониться, но не смог, только наклонил голову. Мальчики подхватили его под руки, повели в алтарь, в храме все плакали. Ночь на пятницу батюшка почти не спал, томился, ловил, воздух говорил, во всем теле нет ни одного живого места безболезненного, позвоночник, как раскаленным железом жжет, дышать нечем, а паче всего томление духа. Все спрашивал, который час. В субботу 19 апреля в 9 часов утра приехал с аэропорта духовный сын батюшки и владыка Петерим не чает. Сразу пошел к старцу и был поражен его видом. После обеда состояние отца Севастьяна резко ухудшилось. Он попросил срочно пригласить к нему владыку Петерима. Пришел владыка, батюшка попросил его сейчас же приступить к чину пострижения в схему. После пострига батюшка говорил очень мало. Удивительно преобразилось его лицо и весь его вид. Он был преисполнен такой благодати, что при взгляде на него трепетала душа и остро ощущалась собственная греховность. Это были величественный старец и уже нездешнего мира житель. В понедельник вечером на Парастаз Радонице отца Севастьяна носили в церковь. Он слушал пение, часто крестился. Служил владыка Петерим, когда пропели вечная память, велел нести его домой. После службы беседовал с прилетевшим из Мичуринска отцом Иоанном. Успели вы ко мне приехать, а я успел сегодня похристосоваться со всеми усопшими и помолиться за них. Вот ведь какой день хороший. Сегодня владыка помолился и завтра помолится за всех моих усопших в чад. Дожил я до Радоницы, Господь милостив, а усопшим так нужны, так дороги молитвы за них живых. Я за усопших больше всего всегда молился и вам отец и он завещаю. Молитесь за усопших больше всего, за все, слава Богу, слава Богу, за все. Утром 19 апреля 4 часа 45 минут батюшка умер. Был вторник Радоницы. Со всех концов Казахстана, Сибири и европейской части России под благодатную сень батюшкиного храма съезжалось духовенство и миряне, духовное чадо старца. Священники бесперерывно служили панихиды, пел хор. На третий день батюшку хоронили на Михайловском кладбище. На катафалке гроб везли только небольшой отрезок пути до шоссе. Свернув на шоссе, гроб понесли на кладбище на вытянутых вверх руках. Он плыл над огромной толпой народа и был отовсюду виден. Все движение на шоссе было остановлено. Народ шел сплошной стеной по шоссе и по тротуару. Окна домов были раскрыты, из них глядели люди. Многие стояли у ворот своих домиков и на скамейках. Христос воскресе, пела вся многотысячная толпа. Сквозь толпу ко гробу пробирались люди, ноги ушли вперед и ожидали гроба на кладбище. Могила для батюшки была вырыта на краю кладбища, а за ней простирались необъятная казахстанская степь. У могилы отслужили литию, гроб опустили в могилу, насыпали могильный холм, поставили крест. Прославен старец Севастьян в 1997 году как место чтимой святой Алматинской епархии. 22 октября 1997 года были обретены его мощи со 2 мая 1998 года покоящиеся в Веденском соборе Караганды. Причислен к лику святых новомучеников исповедников Церкви Русской на юбилейном архиерейском соборе в августе 2000 года для общецерковного почитания. Дорогой владыка, отцы, братья, сестры, позвольте закончить свое выступление прочитав тропарь и кондак преподобному старцу Севастьяну. Троицы святые служителю, земные ангели и небеснее человече, духовного оптинского старчества приемниче, христово священотайниче и исповедниче, духа святаго обитель всечестная, преподобни отче Севастьяне недосточтиме и спроси мирови мир и душам нашим велию милость. В радость Господа воскрешего, вшедшего, преподобным оптинским старцам слюковника, мученикам и исповедникова, сопричастника, священно-таинникам, божиим служителям, земна ангела и небесна человека, града Караганды, боголепно украшение, казахстанские стороны богомольца изрядно, церкви русские похвалу, обложим вернее, свелием ему вопия, веселием ему вопия, радуйся, Севастьяне преподобный отче нашим. Богу нашему слава, всегда на ней приспи, и во веки веков, аминь. Спаси Господи за то, что вы слушали мое выступление. Дорогой отец Андрей, благодарим за доклад, за хорошую подготовку скажите, пожалуйста, какие книги есть о старте Севастьяне в бумажном виде, в печатном или в интернете? Честно говоря, Владыка, я этим вопросом не интересовался. Я только находил о житии многие, кто именно его писали, воспоминания, да, воспоминания о том, что старец говорил и как он их привел к вере. Я чаще всего на эти книги опирался и видел. Ясно. Есть воспоминания одного духовного чада, что как-то так получилось, что внезапно он вошел в дом старца и увидел, что тот молился и сияние от его головы шло такое великое очень, что невозможно было смотреть. подобное сияние было и замечено старцем Вросия, старца Иосифа Оптинского, первого учителя Севастьяна Карагандинского. И Севастьяна Карагандинского, преподобного исповедника, можно считать уже последним Оптинским старцем, которого так тоже просто поведения. Владыка Благословите, я там в презентации учел факт о том, что впервые святой Севастьян встретился с Абросием Оптинским 4 года. И как раз эту встречу он хорошо запомнил и хорошо описывал. Также в Алма-Ате в то время был святой святитель Николай Алма-Атинский, он духовно дружил с старцем Севастьяном, навещал его, приезжал и отмечал его святость тоже. И не знаю сколько, но там довольно много было схемонахинь, то есть такой, как монастырь был. Частью может тайной схемонахинь. Ну и замечаем, что очень смиренно, скромно прожил свою жизнь, но в то же время, как вы сказали, что люди внешние даже чувствовали какой-то такой трепет, благоговейный трепет перед самым видом старца, его речью. И эти государственные чиновники даже не всегда решались с ним говорить, настолько это ощущалось. ну и те, кто из нас общался со святыми старцами, тоже наверное ощущают такое, ну скажем, имеют такое ощущение, что благовейный трепет и действительно ощущаешь свою греховность перед таким человеком. Слава Богу, что такие старцы были, но сейчас уже их ну я не знаю, может быть ездят, но опять же великая разница между такими настоящими старцами и теми людьми, кто выдает себя за великих старцев, пытаются предсказывать и впадают в раскол, конечно разница вели. И жалко, что многие наши соотечественники, люди, православные люди, этого не замечают и идут на поводу таких ложных старцев, хотя разница очевидна, что-то значит где-то есть недоработка. Ну благодарю всех за внимание, Андрей за выступление. Божьей помощи всем, доброй ночи. Спасибо Господи, Владыка, благословите. Спасибо Господи. Благословите. Благословите. Благословите, Малайфи, деската. Спасибо Господи.